Что больше, дар или жертвенник, освящающий этот дар? Евангелие многие имеют. Вот это место прочитает человек. Что он для себя возьмет? Так это жертвенник у евреев был. Дар? Ну тут скотину хололи, раздвоенные копыта, жвачка. А ведь слово-то Божие живое и действие. Что для нас сегодня важно? Написано жертвенник. Вопрос, а когда жертвенник возник? Когда был построен храм Соломонов. Да так, но жертвенник был и при Аврааме. Он приносил жертву Исаака, положил на жертвенник. И люди понимали так, если я поклянусь жертвенником, тем более при Соломоне он был украшен золотом, мне никогда не выплатить, и я не виновен, я не мог. А жертвой баранам, клянусь жертвой, если не получилось, по-твоему, заплачу стоимость барана, стоимость... Сколько лет это продолжалось? Но если от Соломона взять, пошла поговорка эта. Клятва. То тысячу лет. И тысячу лет никто не понимал, что они безумствуют. Были учителя в народе, все рассказывали, что высокое, низкое, заповеди. Ну, 631 заповедь. Все высчитали, а самого главного не видели. Центр всего. О, это был Иерусалим. В Иерусалиме храм. В храме жертвенник. И на жертвеннике жертва, которая приносилась. Человек жил все время под той мыслью, что он грешен, и Бог может поразить его. И Бог дал заместителя скотину, в жертву за грех принеси. Они клялись. А Иерусалиме спасители говорят, безумные и слепые. Они его этого никогда не могли простить. Вот представьте, если сейчас собирается, ведь речь-то идет не об одном человеке. К верующим подойди и скажи, безумные и слепые. А безумные нельзя называть. Ну, а Христос-то сам сказал безумные. Я тебя не называю, но тебя считаю. Начальники, и прихвальное собрание, священники. Кто-то подошел бы и сказал, безумные и слепые. Что выше? Евангелие живое или вертвые кости, которые вы тащите? Из могилы раскапывают. Пилят. Сказали, будет гонение, мощей нет. И вот там, кто был в Киеве, знает дальние и ближние пещеры. И он, юноша, там засел. Я как раз приехал в этот день, когда его арестовали. Когда все ушли, ну, бывает, как из магазина выходят, а кто-то спрячется, а потом ночью он набирает. И он взял с собой ножовку по металлу, и там лежат, которые мощи, и от всех начал руку пилить кисть и набил два мешка. От кого что? Почему? Потому что в катакомбы идти, а служить нельзя, потому что антиминс должен быть с мощами. Как готовить теперь антиминсы? Ну, в общем, мысль-то его правильная была. Кто благословил? Теперь того, кто благословил, засыпил, а КГБ этим занималось. А утром-то пришли, и он в темноте-то плохо прикрыл покойника-то, и покойник его разоблачил там. Ведь это ни сегодня, ни вчера началось. К нам, православным, безумные и слепые на каждом шагу применяются это. Слово-то живо и действенно. Что дороже идти, благовествовать? Или идти крестным ходом, толпой, мучиться? Вы знаете, как трудно, как я ноги с мозолила шла. Безумные и слепые. Да разве Господь позволил, чтобы вы кучей шли? А на благовестия ни одного нету. Христос сказал, идите, говорит. И послал, подвое, подвое. Вот мы читали сегодня евангельское чтение. Пришли ко гробу, лежат одни пелены. И он побежал назад. А пелены-то что ж ты не взял-то? Да эти пелены-то самая святыня. Нигде ничего нет. Безумные и слепые. Пелены дорогие или Христос? Это мы на каждом шагу сегодня можем это слово сказать. Прибежали, а те бы сказали, как пелены лежат, лежат. Что ж вы их не взяли? И написано, вторые женщины пришли, опять пелены не берут. А потом только за этим будут гоняться. И написано, апостолы камушки откалывали от гроба Господня, как сегодня, куда-то закладывают. Безумные и слепые. Что вы ищете живого среди мертвых? Живого Христа воскресшего. Покойники-то не воскресли. Что вы ищете мертвецов среди мертвецов? Давайте перепразируем. Безумные и слепые. Ищите Христа. И Христос показал, что жертвенник это все. От него жертва освящается. И вы учите людей, учителя, вы рассказываете им, а сами ничего не понимаете, совершенно слепые. Вот сегодня в семинарии учат. Что? Учат в семинарии не один год. Вот сейчас студент, такой, какой год? Третий год учатся. А что ты за три года знаешь? Тут, правда, мы увидели интересное, что благовествовать, то есть проповедовать в храме начинают семинаристы, учат их, хотя бы что-то. А учат ли вас, как идти в мир благовествовать? Он не понимает этого слова. Безумные и слепые. Что важнее, кадилом крутить или Слово Божие сказать людям? Безумные и слепые. Что развеете? Мрак этой жизни или дым пускать? Что выше? Что больше, Христос говорит. Ну делайте сравнение везде. Это просто их Господь на этом месте захватил. А ведь это относится абсолютно ко всему. Безумные и слепые. Господь говорит, вы приносите жертву, а жертва ваша такая нечистая. Как? Мы же овечку взяли. Это все равно, что человек взял собаку, задушил и на алтарь положил. Задушающий пса или проливающий свиную кровь. А для еврея, так свинья, скажи, собака и в алтаре. Да он богохульничает. Да он в силу князя Бесовского Ильзула, они Христа иначе не могли воспринять. И когда сегодня говоришь о правде, об истине, точно так же воспринимают наши слова. Я говорю, Христос нигде не послал, чтобы мы святыни искали на земле в тленных вещах. Его живого искать не надо среди мертвых. И Христос их упрекал. Почему? Писание вы разве не знаете? Или об этом говорят Писания? И начал их убеждать. Псалмы, пророков, закон. В Маул сегодня, сегодняшнее евангельское чтение. Говорят, вот что. И опять безумные слепые. Сколько книг понаписали, читаете. Что выше, Евангелие или какие-то творения? Тем более искаженные. Безумные слепые. Христу не знаете, как молиться. А всех домышек всех собрали. Нам сегодня на каждом шагу это можно сказать. Спросите, какие молитвы знаешь? По нужде написано, открывайте свои желания перед Богом. Я говорю, когда я обратился, и мне это сказали, у меня первое было желание. Какое? Молодой человек. Передо мной большая перспектива. Я одно понял. Я нищий, у меня нет веры. Людям дайте понять это. Что не в Батюшке Спасении, не в Епископе, а мы во Христе. У меня веры нет. Два слова запомни. Библия и Христос. И вот только одно на каждом шагу. То Ксении кому-то опять канонизирует. Христа вообще нет. Я считаю целиком газету, журнал, Слово Христос ни разу даже не упоминается. Его нет. Это новая вера, новая религия. Безумные слепые остались без Христа. С покорниками, с канонизациями. Оставьте досуда Божие. Ибо никто не знает, кто где находится. Никто. Вот они святоши были. И они думали, что все в них сосредоточилось. А Христос пришел, определил им характеристику. Безумные. Ума вообще нет. И совершенно слепые. А они возмутились. Так что мы слепые? Он говорит, если бы вы. И дальше поясняет. Поэтому грех на вас. Вы говорите, видите. То есть вы разумно это все делаете. Мы говорите, не слепые. Не слепые, а делата. Это слепой того не делает. Яму за ямой роют и роют. Люди-то, многие приходят в храм. Что? Прорубь. Надо продолбить ее. 50 человек делали это. И в Ордане этот ледяной городок. Безумные слепые. Храм души забыли. А ледяные храмы строят каждый год на Аби, на других реках. Безумные слепые. За водой идете на реку, освещаете, а воду живую, и слова Божие забыли, нету. Безумные слепые. Скажи-ка эту проповедь сегодня, да, может, какое-то сердце дроби. В первую очередь это касается высшей иерархии, начиная с патриарха. Безумные слепые. С властями, знаете, лепитесь, строите храмы. А высшую небесную власть забыли, что суд Божий будет? Кого избирать, когда у нас царь избранный, владыка влады, Господь господствующий. Он сам знает, перед ним все. Какой нации нет? Сейчас опять начинает говорить, новый, кого избирать будут. Он еврей оказывается. Мать у него еврейка, жена еврейка. Ну и что? Верующий он или нет? Только об одном я сказал, молитесь. Простите Бога. Это что он еврей, что он урод какой-то? Что у него? Веры ему Бог не даст. Во-первых, иудею, а потом елину. Во-первых, иудею написано. Он везде в наказании первой и в награде первой. Да неужели молитву не достигнет наше Господа, чтобы Господь не по нации избирал, а по вере? Перед Христом нет иудеи и елина. Поэтому кто вам будет где-то говорить, а он еврей, он для русских добра не сделает? Не верьте в это. У нас русские были правители. Что они нам творили? По порядку. Перечислите. И мы должны сказать, безумные и слепые, вы люди не знаете совершенно, что милость Божия с избранниками его. Книга Исход, 3 глава, 1 стих. Я хочу пройти по местам, где написано, жертвенник, освящающий жертву. Что нас освящает? Если он освящает, и Христос говорит на это главный момент, вы не понимаете, что освящает не жертва жертвенник, а жертвенник освящает жертву. Мы-то знаем или нет, что нас освящает пришли, сегодня знающий батюшка благослови, на каждом шагу батюшку благослови все благословение. А может быть еще что-то благословляет, кроме батюшки? Считаем Исход, 3.1. Суббота, знамение между мною и вами. Точка. Я Господь, освящающий вас. Я не могу понять этот стих. При чем здесь? И постепенно Бог начинает открывать. Ведь я не первый год верую. Но никогда эти слова не связаны. И опять, что Бог говорит, опять исполняй. Я освящающий. То есть без освящения ты выполнить не можешь субботу. То стирка тебя будет задевать, то родственники куда-то потянут. Суббота, день Господень. Я освящающий вас. Я вас освятил. Вы светилом в мире. Будьте светом миру. Я вас освятил. Вот поэтому ты не должен нарушать субботу. Что непонятно? Безумные слепые поступают, как мирские люди. А мне внука дали. Я должна была дома сидеть. Я Господь, освящающий вас. Иголевит, 20 глава, 8 стих. Соблюдайте постановления мои и заповеди. Ибо я, Господь, освящающий вас. Ни заповеди, ни постановления Библии, Евангелия нам не исполнить, если Господь нас не освятит. И сказать, Господи, я на каждом шагу могу спотыкаться и нарушать, если ты не просветишь разум мой. Освяти меня истинною Твоею, как Господь сказал. Слово Твое, Даши, есть истина. Расшифровку-то нигде не надо ее искать. Слово истина. А вас священник благословил земные поклоны делать? Понимаете? Полное безумие. А вас священник благословил благовествовать? А вас священник благословил в доме инвалидов рассказывать? Мы это каждый день сегодня слышим везде. Пока не было епископа, не было церквей, это совершенно свободно можно говорить. Они на каждом шагу блокируют. Всех, кто ходит как будто бы знакомым в церкви, одна задача нигде не дать Слову Божию. Притом нигде-то не с сектантами борются, а с православными, с нами. Поэтому на нас очень великая миссия возложена Господом. Разорвать вот это ложное понимание о благословении. Благословение, вопреки Слову Божию, это несет проклятие. Господь говорит, я проклинаю священники ваши благословения. Почему? Они не то благословляли. Надо благословлять священникам то, что Бог благословил. А если Бог благословил, ты что можешь сделать? Яков только сказал, Бог тебя благословит. А Исаф, когда понял обман, плакал со слезами, но вернуть ничего не может. Что я могу сделать? Он все благословение взял. Отец, дай мне благословение. Ничего не могу сделать. Хотя, говорит, просил со слезами, но ничего не успел. Вот что может быть для нас главным. Если мы не по слову Божию будем идти, да опоздаем, не будем первенцами, не восхитим, благословения Господи, никакого освящения не будет. Книга Левит, 22 глава, 6 стих. Не должны навлекать на себя вину, когда будут есть во святилище. Ну это, ибо я Господь освящающий вас. Мы это можем применить вполне к причастию. Я освящающий ваш Господь. Причастие человека ни на грамм не привезет к Богу, если ты недостойно причащаешься. Вы никогда не вспоминаете свои болезни. И скажи, я верующий. Я на руках Господних. Он в ладни своем хранит меня. Та болезнь, какая у меня есть, Господь берет по минимальной шкале. То есть, дальше уже некуда. Когда судят, то бывает от трех лет, допустим, до пяти, от пяти до семи. И суд взял, говорит, по нижней шкале. Поэтому наше наказание, по любви Божией, оно даже нижней шкалы не достигает. И мы должны с этим согласиться, потому что он освящающий нас. Левит, 22 глава, 2 стих. Вот когда просто считаешь, то эти слова освящающие вас, как будто они не к делу. Наблюдайте повеления. Никто не может их наблюдать, вникать, бояться нарушить, если Бог его не освятит. Освятит, это означает избрал из всего общего, что вокруг есть, и посвятил Богу, посвящение. Эти сосуды церкви освященные. Вот то, что церковь, это все освященное. Псалом, 137, 2 стих. Ты возвеличил слово твое, превышився всякого имени твоего. Я решил дальше посмотреть, вы не знаете, что выше, жертвенник или жертва? Они не знали, оказывается. Приносили жертву, кололи тысячи голов скота, только Соломон принес однажды жертву, сразу 120 тысяч баранов. Даже ни один мясокомбинат не обработает столько. 12 тысяч быков. А что выше? Так вот, что самое выше. Ты возвеличил слово твое. Слово Божие, превыше всякого имени его. А тут и имя Божие спрятали, никто не знает. Вот вышла книга, этюда отца Геннадия Фаста. Книга глубокая, конечно, не каждому она дастся прочитать. Но он везде берет с оригинала. У него слово Ягва на каждом шагу. Это Ягова. Это Ягова так переведено, а на самом деле по-еврейски Яхва считается. И где слово Господь, он везде ставит это слово. Настолько необычно это считать, ну, как у нас принято по Библии, и Ягова. И Ягова, оно не так маленького не изучит. Ну, мы приняли как текст, раз мы к Библии привязаны, то и прочее. Я думаю, он сам этого никогда не писал. И коснулся только. Евреи очень высоко ставили слово Божие. Я для себя вот из его труда взял такое. Златоуст, когда проповедовал, у него был перевод 70. И одновременно три перевода. Феодатиона, Акил и Симмаха. Я знал, повторял, но я не знал, кто эти люди. И вдруг я у него узнал отсюда, что эти люди, христиане были, ушли в еврейство. И там занялись переводом. И каждый перевел Новый Завет сам по себе отдельно. Не Новый Завет, Ветхий Завет. Эти люди, отступники. И когда на евреев говорят, на Сретине, о том, что Симеон, он хотел там вычистить слово, и Дева там написано, это все басня. Этого ничего не могло быть, как Дева Мария во Святая Святых была. Это все выдумки. Евреи сразу бы даже на подходе убил бы. Они считали на одной букву, сколько в каждой строчке, а он бы сидел, учитель Израилев, и сидел бы подчищал. Вы даже не понимаете, о чем говорите. Это все равно, что президент бы сейчас что-то ночью пошел где-то воровать, просто смешно, через забор полез бы где-то, даже и то это легче было перенести. Это вычистить даже нельзя. Своровать какую-то букву, целое слово, он бы подчищал. Это надо просто понимать, что выше для еврея не собственное понимание, а как написано. А он переписывает, иногда годы уходили на переписку. И четыре ошибки, если обнаружили, а его проверяли следом, полностью весь свиток уничтожался. Четыре ошибки допущено. Срочка прошла, снова он и ученик пересчитали, и дальше пишут столько-то букв в этой строчке. Положено сколько строчек, ни одну строчку лишнюю нельзя написать. Они вымеряли между буквами толщина голоса, не больше. Все абсолютно было вымерено. А тут сидел бы он ножичком, думал бы его счищать, и тогда явился, хотел заменить дева на молодую женщину. Это фантазия. Это Александр Меон, все, которые исследователи говорят, что русские люди вообще ничего не хотят понимать. Надо знать историю еврейского народа. И еврей за одну букву готов был умереть. За один аз, как протокол по вакууму говорит. Что выше для еврея? Выше Слова Божия ничего не было, они жизнью жертвовали. Псалом 118 и 13 стих говорит так. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Безумные слепые. Что выше, вымыслы или закон Божий? Вы никогда не забывайте, про Астерафима Саровского дошло до нас, что он молился три дня и три ночи. Ни о чем, ни о царе забыл, а только о русских священниках архиереев. И лишь через три дня и три ночи Бог заговорил с ним. Не пощажу и не помилую. Все читают, знают. А причина одна, что безумные слепые вымыслы человеческие поставили выше закона Божия. Мы должны четко себе определить, когда нам говорят, вот вы в этом-то виноваты, вот что-то мы там оставили. Что мы оставили одно другим за меня? Что выше-то? Вот люди сегодня ходят в храм, скажи, что самое главное в храме-то? Вот человек не знает. Ну, в первую очередь он скажет, конечно, это причаститься, надо исповедовать, это причащаться. А ты скажи, безумные слепые. Слово Божие, если ты не знаешь, ты куда пойдешь? От того многие больны, немало умирают. Нет, вы это не читали? Первая книга Царств 29.1. Ты превыше всего, как владычествующий над всем. Значит, Господь превыше всего. К превыше ему я и обращаюсь. И говорят, ну вы идете к главе администрации, у него же там помощники есть. И сразу для нее не дают... Видите, как по какому опыту хотят? Как на земле бывает. Сразу к начальнику не пройдешь, сначала к лейтенанту, потом к майору, а потом к генералу. Да у Бога-то ведь не так. Он говорит, воззовет ко мне и услышу его, и с ним я скорбил, и все дни до скончания века. Ты считай, живущий под кровью Всевышнего, под сенем всемогущего покойца. Где ты нашел у Бога секретарей, заместителей? Прямо воззови ко мне, и я услышу тебя. Безумные слепые выдумки нечеловеческими прикрылись, и не знаете, что уши Господа не отяжелели, чтобы слышать? И глаз его видит. Иов 11.8. Он превыше небес. Что можешь сделать? Глубже преисподней. Что можешь узнать? Иову это открыто было. Нет ничего выше, и нет ничего ниже. И поэтому, если я сегодня не взываю ко всем вновь канонизированным людям, я ничего не теряю. У меня времени просто нет. И количество святых, канонизированных в последние годы, исчисляется тысячами. А имя Господа, считаю, речь патриарха, встретится просто раз, другое, а имя Христа может быть и не разу. Мы должны слово вот это принять себе, что выше, избрал выше, довольствием с этим, благодари Бога. Псалом 107.5 стих. Когда говорят, что Бог прогневался, уничтожает, ты ответь, превыше неба, милость Господня. Превыше гор, милость Его. Что выше милости Божией? Все наши грехи для Него как одна искра в океане любви. Иоанн 17.19 Из-за них я посвятил себя, чтобы и они были освящены истинною. А истина Твоё слово. Христос для того нас избрал, чтобы освятить. Никогда не говорите, я неграмотный и прочее. У Бога это изменение никакого не имеет. Он нас освятил, Он избрал. Когда мы читаем послание апостола Петра, ни один исследователь не скажет, что это пишет рыбак. Это пишет крупный мыслитель. Это пишет богослов, пророк. А он всего лишь рыбак обыкновенный. Ни одного класса ни в семинарии, нигде не был. Он знал только починивающих сети. Сети-то и те дырявые были. А начал латать, мозги всего мира 2000 латает. И сделал Бог его лавцами человеков. Еврей 10.10 Освящены мы едино кратным принесением тела Иисуса Христа. Чем мы освящены? Жертвой Христа, кровью Христа мы омыты. Там освящал жертвенник. Здесь освящает кровь, текущая с креста. 1 Коринфянам 7.14 Неверующий муж освящается женою верующую. Ты верующая. А как он освящается? Словом твоим, когда ты говоришь. Кротким твоим поведением. Чтобы он видел, да. И где-то в разговоре с другими он обязательно это подчеркнет. Кротость своей жены. 1 Тимопея 4.5 Потому что освящается любая пища словом Божьим и молитвою. Мы говорим об освящении и должны знать, где его черпать. Там освящены слова, его есть истина. Здесь освящается словом молитвы. Можно пищу есть, нельзя. Сегодня все можно. Была бы она не ядовитая, не отравленная. В Новом Завете никаких 11 глава левит, там раздвоенная, какой-то нераздвоенная. Это вообще сегодня уже никакого значения не имеет. 1 Коринфянам. И далее. Откровение 22 глава 11 стих. Неправедный пусть еще делает неправду. Если его не исправить. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный дотворит правду. И святой, да освящается еще. То есть мы каждый день идем по тропе освящения. Становимся на молитву, привел себя в порядок. И с молитвой должен выйти другой. Мы освящены прикосновением к Богу. Прямо во врата небесной отчизны стучимся. У нас православных великое преимущество перед сектантами. Мы обращаемся к Божьей Матерю. Вот ко мне, я говорю, разные люди звонят. И совсем согласны. Но почему вы иконы целуете? Почему вы крест посчитаете? И он твердо уверен, что не надо. Я говорю, ну в Ветхом же Завете приносили жертву. Ну да. А Ветхий Завет был образом для нас. Ну конечно. А как написано, что кто прикоснется к жертвеннику, тот освящается. Исход 37 глава молчит. Ну он освящается. Но за нас же Христос умер. Ну сначала давайте в Ветхом Завете. Ну да. А Христос есть жертва. Ну конечно жертва. А жертва у нас без жертвенника не бывает. А на что Христа возложили? Написано, положили на крест. Сразу полное молчание. И если тот жертвенник освящался, когда кровь животных проливалась, то что было с этим жертвенником, который кровью Христа был облитый? Ни одного слова нет. Видите, как просто все объясняется. Когда ты вешаешь. Что выше? У нас теперь жертва освящает жертвенник. Солом 72.3 Я хочу еще сказать. Господь говорит, называет безумным. Кто безумный? А не являемся ли мы здесь стоящие безумными перед Богом? Я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых. Они живут, в церковь не ходят. Безумные. Да я их назвал. Из Икии 13.3 Так говорит Господь горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Вот так окажется в конце, когда Бог выведет всех на суд. Ты проповедовал, говорил, а по Слову Божию почему ты не сверялся, схоже это или нет? Сколько сегодня написано разных книг. В первую очередь у православных, да и у сектантов этого хватает. Ну ты посмотри в Слово Божие. И Бог этих людей, которые не сверяют свои мысли слова со Словом Божиим, а одно название – безумные. Матфея 5.25.22. И говорит, кто скажет, безумный подлежит гиене огненной. Кому? Брату своему. Брат, который верит, который правильно понимает, и ты скажешь ему безумный, тебе гиенна огненная за это. Поэтому будьте осторожны. Только Господь сказал, кто водится своим духом, а ничего не видели. Ясное дело, что эти люди не имеют прямой связи с Богом. Они безумные. Лука 12.30. Но Бог сказал ему безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. То есть люди, которые широко раскидывают мыслями, вот теперь у меня уже все есть, нахватал, на много лет хватит, теперь ешь, пей, по заграницам поеду. Он не думает о Боге безумный. В эту ночь. Не завтра даже. Ты до утра не доживешь. Все твои вклады, банки, все лопнуло. Ничего нет. Ты умер. Кому это все достанется? И поэтому никогда не завидуй безумный. Безумные это все люди, которые награбили это богатство сегодня. Они покупают что-то безумное. 1 Петра 2.15. Чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежества безумных людей. Нас будут поносить люди, они нас не знают, что мы дети царя. А мы бы делали добро, и наше добро как бы рот им закроет. Они не смогут все время поносить. Безумство людей. Свой адрес мы обязательно будем слышать хулы. Не всегда одобрительный будет. Даже ты будешь добро, а они будут плевать. Господь говорил, за какое из добрых дел вы хотите побить меня камнями? Хотя сами говорили, все делает хорошо. Однако хватали камни и хотели побить. Первое послание к Коринфянам 4.10. Павел говорит, мы безумны Христа ради. Это означает, я бы поступал не так, жил не так, и выглядел бы не так, как я выгляжу сейчас. Но ради Христа я от всего отказался. Не надо бояться слова насмешливого. Когда мы будем выглядеть комично, в неприятном свете нас выглядят, неприглядным. А мы скажем, я это делаю ради Христа. Чтобы знать, что делать ради Христа, надо смотреть в Священное Писание. Христос сказал, следуй за Мною. И простой вопрос нужно научиться ставить. А вот здесь сейчас был бы Господь. Как он поступил? Вы помните, кто в воскресенье был? Я говорю, этих людей не знаю. Может они нас обманывают. Показали документы, печать у них, все с собой есть. Но вы сами смотрите, я себе не доверяю. Все до одного доверяют. Просто так не доверяйте людям. Не будьте безумными. Чтобы не выглядеть в глазах людей глупее безбожников. Никому не открывайте двери. Вообще не открывай. Десятки раз переспроси. Помолись. У меня вчера пришла бабушка. Мы двое сидим. Бабушка, слышу женский голос, называет. Не знаю. Выйди к лестнице в окно, я на тебя посмотрю. Посмотрел. Вроде опасности нет. Давай еще. Сказал Господи, благослови. Тогда открыл дверь, вышел и поговорит. Бесстрашно открываете, впускаете. Безумное, Христос скажет. Я тебе дал жизнь, и ты так и распорядился. Сколько открыло тебя бухом по голове. И сколько вот убивает, и везде пишут милиции, что сами открыли двери. Слово безумное и слепое на каждом шагу может относиться, если ты не будешь бодрствовать. И в молитву надо вести. Господи, научи меня здравомыслию и рассудительности, чтобы я не был безумным, но был мудр. У кого не хватает мудрости, да просит у Бога, дающего просто и без упреков. И дастся ему. Прямое повеление Божие. Мы будем понимать, что выше, что ниже. Не будем гоняться ни за мощами, ни за чем. Мы приняли, что у нас есть. Мы признаем святость людей. Но то, что сегодня делается, куда людей толкают, просто подталкивают священники. Это не по Евангелию. Люди, которые тратят год на ходьбу, я говорю, шесть часов подстояло, чтобы в голове Луки, я говорю, уверенности, что это мощи тому святому принадлежать, никакой нет. Абсолютно. И поэтому, чтобы не ошибиться, нигде туда не прилагайся. Скажи, я верю в живого Бога, в живого Христа, который воскрес. Да не будет, чтобы мне когда-нибудь Христос сказал, безумный слепой, куда ты шел? Когда я тебе глаза открыл. Я открыл тебе глаза через Слово Божие, переведенное на русский язык. И чтобы другие нации не были безумными слепыми, мы в этом тоже будем участвовать, чтобы они получили Евангелие. Аминь. Продолжение следует...